Мальчиковая группа Мне кажется, мы сделали это направление поп-музыки модным Роберт Питер Максим Уильямс родился 13 марта 1974 года И ему было предначертано судьбой стать членом одной из самых знаменитых поп-пятерок После примерно 4 лет пребывания на вершине Take That имели полный набор деньги, славу, всеобщее обожание Они были самой лакированной мальчиковой командой Но так уж получилось, что Робби Уильямс оказался первым раскольником в истории мальчикового движения Ко времени фестиваля в Гластенбуре летом 1995 года Для него уже было сложно даже просто оставаться в лояльном группе Джимми буквально кнутом загонял меня в студию Сначала это было интересно, но сейчас я хочу делать что-нибудь другое, что-нибудь поинтереснее Итак, сам он ушел или его ушли Уход Робби из группы был окружен слухами Между тем, оставшиеся члены Take That продолжали свое мировое турне, но исход был предопределен К сожалению, слухи полностью соответствуют действительности How Deep Is Your Love будет нашим последним синглом Greatest Hits, нашим последним альбомом С этого момента нас уже нет Робби всегда хотел так поступить и не скрывал этого Это был его выбор Я в какой-то степени был рад за него Не потому что он ушел, а потому что он сделал то, что хотел Немедленно вслед за уходом последовали судебный процесс против бывшего менеджера Take That Найджела Мартина Смита и перепалка в прессе между Робби и Гэри Барлоу Что касается сингла, я был бы рад сказать, что он хотя бы приличен Но ведь он ужасен Прошел год с момента ухода Робби из группы Я знаю, что очень много людей хотели бы видеть плоды его труда И я знаю, что очень многие разочарованы Действительно, поклонники все ждали и ждали И, наконец, Робби проявил себя Через год после ухода из Take That Робби выпустил кавер-версию песни Джорджа Майкла Freedom Которая поднялась на вершины хит-парадов по всей Европе Хотя Робби еще не уселся на водительское место По крайней мере, он уже был на первом плане С помощью своего хита Робби вновь вошел в моду Летом 1996 года он выступает на модном показе Джанни Версачи И в том же году ведет европейскую церемонию вручения музыкальных наград MTV Я же говорил, я предупреждал, что я это сделаю Привет и добро пожаловать на европейскую церемонию вручения музыкальных наград MTV 1996 года Но все было не так хорошо, как казалось Вверх и вверх поднимался Робби Шоумен, но вниз падал Робби, бывшая мечта продавцов Руку помощи ему протянул бывший алкоголик Элтон Джон По его совету Робби обратился к специалистам по алкогольной и наркотической зависимости Остальное история Возвращение Теперь, когда я высовываюсь из своего окна, вся улица начинает махать мне руками Сейчас я гораздо более популярен, чем когда я был «Take that» Может быть, это потому, что совместились два рынка продаж Но в любом случае, для меня это немного странно Теперь в 24 года, когда за плечами два альбома, проданные миллионными тиражами, все кажется естественным Я ушел из группы, альбомы, которые были проданы тиражом в 15 миллионов И стабильно держались на первом месте Мой первый сольный альбом был продан тиражом в 12 тысяч и утвердился на 12 месте И я напрягся Что-то не по плану Никто мне не говорил, что такое возможно Было страшновато Первые три сингла помогли Робби закрепить свой фирменный стиль В сущности, дела шли вполне хорошо Но потом вышли «Angels» И совершили чудо Наверное, «Angels» моя любимая песня с альбома Из-за той насыщенности Из-за того, сколько эта песня для меня значит Из-за того, какую реакцию я ощущаю, когда я пою ее Когда закончился концерт, никто не ушел Ни один человек Они запели «Angels» все вместе Успех сильно отличается от того, что имели «Angels» Тогда от меня ничего не зависело Я был лишь одним из участников Вместо меня мог быть кто угодно Поэтому, когда мы получали золотые или платиновые диски за альбом от «Take that» Ура! Нам чего-то дали Теперь все эти диски висят в моем туалете Сейчас все по-другому Это мои альбомы Это мой флаг Я слежу за продажами Когда я получил платиновый диск Я был действительно потрясен Тем не менее, хотя Робби и пытается дистанцироваться от бывшей группы Святни все же присутствует Удивительно, как изменяются отношения, как только я выезжаю за пределы Англии Пресса Европы Пришла вчера на мой концерт И отзыв был отличный Но если я поеду, ну, к примеру, в Испанию Они по-прежнему будут удивляться Вы что, хотите, чтобы к вам относились серьезно? Я думаю, господи, сколько же еще альбомов мне нужно для этого записать Переход Робби в другое качество уже полностью завершен Но про прочих членов «Take that» этого сказать нельзя Правда, об этом Робби почти ничего не знает По одной простой причине Они мне не нравятся Если бы мы выбирали себе друзей, они бы наверняка не выбрали бы меня А я бы не выбрал их Нет, я бы не выбрал их